Любой теракт всегда это сложный в организации акт, за которым стоит государство. Либо государство снаружи, акт войны, либо само себя государство атакует, либо совместно выгода есть. Одно государство снаружи атакует другое при поддержке того, где все это происходит. Примеров множество. С 2000 года как пошло, в США вот этот очень странный теракт, очень мутный, никакого независимого расследования, якобы какие-то лохи там на маленьких самолетиках в Сеснах поучились, потом присели в Боинге, сложнейшие, и разнесли и Пентагон там, и небоскребы, и все. Ну полный бред. Людям это скормили, и так идет, идет, больше, больше. Кто на Майдане людей расстрелял? Кто расстрелял этот фестиваль в Израиле? Никакого расследования нет. Сразу надо бомбить, атаковать, сразу объявлены виновные. Если вам сразу говорят, кто виноват, без расследования, без сложнейшей работы следователей, без фото-видео документов, которых множится сейчас, с камер наблюдения, собранных очевидцев, и т.д. Вот это все элементарная работа, элементарные вещи. Вас всех воспринимают как детей, как придурков каких-то. И вам сразу говорят, виноват вот этот, этот. Хотя за такого уровня крупными терактами, любыми, всегда стоит государство. Или два государства. Знаешь, большая сила. То есть, вот кто? Турция, там, Иран, кто? Какое государство сделало это? Вот с ним и надо разбираться, понимаете? А не бомбить каких-то несчастных людей, левых мучить, геноцидить, уничтожать баб, детей, которые вообще не при делах. То есть, они оказались заложниками в этой ситуации. Их там больше двух миллионов в этой газе. И на наших глазах производят чудовищное преступление. Сходу, без всякого расследования, без всяких разбирательств, просто вот порят горячку, что называется. То же самое было после расстрела на Майдане людей. То же самое после 11 сентября в США. И множество, множество примеров. Подрыв домов в Москве очень странный, мутный. Там вот рязанский сахарок, так называемый, в народе помнят. Это древнейшую историю имеют вот такие вещи, теракты. По-нормальному надо следствие, по-нормальному надо разбирательство, по-нормальному должны участвовать все страны. Вот как когда-то сели все, собрались и признали, что Израиль оккупант, что надо навести порядок на этой территории. Есть декларации. На них все наплевали и продолжали дальше творить преступления, захватывать землю, конфликты устроить. И вот чем это заканчивает сейчас? Безумием. И так везде. Везде полное отсутствие порядка, просто потому, что люди не спрашивают. Люди, как идиоты, порят горячку, орут, назначают виновных, переполняются ненавистью. Они забыли, что они люди. Они ведут себя просто как стадо обезьян, каких-то кидающихся друг друга говном. Продолжение следует...